Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги пророка Езекииля. Мы с вами читаем мой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. 20 глава открывает еще одно пророчество, оно в очередной раз датировано. И в отличие от предыдущего, которое в 19 главе закончилось таким пронзительным гимном, это пророчество достаточно прямое. Там у нас были образы, метафоры, притчи. Здесь все более ясно говорится. Итак, в 10 день 5 месяца 7 года некоторые из израильских старейшин пришли попросить Господа и сели предо мной. Ну, я напомню, что это датировка по переселению царя Иоахина. Значит, у нас с вами самое начало 6 века, они все находятся в Вавилоне, и Езекииль все-таки пользуется уважением как пророк. То есть старейшины, какие-то вожди народа, они стараются через него узнать волю Божью. И было мне слово Господне. Сын человеческий, говори с израильскими старейшинами и передай им такие слова владыке Господа. Вы пришли меня вопрошать? Жив я, не дам вам ответа. После чего идет очень длинный ответ. Как это понимать? А вот не написано, что они пришли его спрашивать. Люди постоянно интересуются какими-то своими подробностями жизни. Что им делать в той или иной ситуации, как им поступать. Наверное, так было и здесь. И вот они хотят вписать Бога как бы в свою картину мира. И на это он им ответа не даст. Он им даст ответ на что-то другое. Он с ними как-то совсем по-другому поговорит. Жив я, не дам вам ответа. Таково пророчество владыки Господа. Что же, не произвести ли тебе суд над ними, сын человеческий? Расскажи им о мерзостях их отцов и передай им, что говорит владыка Господь. Вот они пришли его спросить. Так, Господи, ты нам, пожалуйста, уточни это, это, это. Он говорит. Да нет, не буду я с вами об этом разговаривать. А вот, кстати, пророк, ты произведи-ка над ними суд. Так, между делом, да? То есть он отвечает не на то, о чем хотят спросить, он отвечает на то, что действительно важно в данной ситуации. Расскажи им о мерзостях их отцов и передай им, что говорит владыка Господь. День, когда я избрал Израиль и клялся потомкам рода Иакова, ну, то есть потомкам человека по имени Иаков Израиль, открыл им себя в земле египетской и склятывая, сказал, я Господь ваш Бог, в тот день я поклялся вывести их из земли Египетской, в страну, которую я избрал для них, переполненную молоком и медом, прекраснейшую из всех стран. Причем здесь это? Мы уже читали совсем недавно, в 18 главе, что сын не отвечает за вину отца. А вот дальше будет рассказана история израильского народа с точки зрения Бога и какие из этого следуют выводы. Он дал определенное обещание, он вступил в определенные отношения с этим народом. И я сказал, пусть каждый уберет с глаз всякую гадость, не оскорняйте себя идолами египетскими, я Господь, Бог ваш. Но они восстали против меня, они захотели меня слушать. Никто не убрал с глаз всякую гадость, идолов египетских не забросил. Ну, имеется в виду языческие культы, конечно. Я был и решил, что пролил на них свой гнев, чтобы утомилась моя яра с земли египетской, но я поступил иначе ради того, чтобы не бесчестить моими перед народами, среди которых они находились, и на глазах у которых я обещал им, что выведу их из земли египетской. Я вывел их из земли египетской в пустыню, отдал им свои повеления и законы, повиновение которым дает человеку жизнь. Также отдал им субботы, как знамение между мной и ними, чтобы они знали, что я Господь, освящающий их. То есть они не захотели отказаться от язычества, я хотел было их уничтожить, но не стал этого делать ради того, чтобы другие народы не сказали, вот Господь ничего для них не сделал, ничего им не дал, только их погубил зря. Более того, законы дают жизнь, а субботы — это знамение, вот соблюдение субботы, есть некоторое знамение между Богом и этим народом. И на самом деле вот эта история началась очень давно. Вот все-таки пока непонятно, причем здесь нынешнее поколение, которое никак тогда даже и близко не жило. «Но дом Израилев восстал против меня в пустыне». Продолжение истории. «Они не исполняли моих повелений, они отвергли мои законы, повиновение которым дает человеку жизнь». Повторяется вновь эта фраза. «Особенно оскверняли они мои субботы, я был решил, что пролью на них свой гнев, истреблю их. Но я поступил иначе ради того, чтобы не бесчестить моими перед народами, на глазах у которых я вывел их из Египта. Я поклялся в пустыне, что они не войдут в отданную им страну, переполненную медом и молоком, прекраснейшую из всех стран, потому что они отвергали мои законы, не исполняли моих повелений, аскверняли мои субботы». Вот «суббота» действительно знамение как такой очень простой способ проверить. Вот как там кто внутри своего дома живет, не всегда видно. А соблюдает ли он субботу, хранит ли он день отдыха, покоя и молитвы или нет. Это видно довольно хорошо. «Оскверняли мои субботы, а сердцем стремились к своим идолам. Но я пожалел их, не стал губить, в пустыне не истребил». Вновь. «В пустыне я сказал их детям, то есть это из поколения в поколение, не поступайте по обычаям своих отцов, не следуйте их примеру, не оскорняйте себя их идолами. Я Господь ваш Бог, исполняйте мои повеления, следуйте моим законам, так и поступайте. И соблюдайте святость моих суббот, которые будут знамением между мной и вами, что я Господь ваш Бог. «Но и сыновья восстали против меня, повеления моих не исполняли, законы мои отвергали, не поступали по ним, а ведь повиновение им дает человеку жизнь». Вновь и вновь. «Да, не просто какие-то правила, которые, ну, можно исполнять, а можно нет, какой смысл. Жизнь это дает. А субботы мои они оскверняли. Я было решил, что пролью на них свой гнев, чтобы утолилась моя ярость в пустыне, но я отвел назад занесенную руку ради того, чтобы не бесчестить моими перед народами, на глазах у которых я вывел их». Без конца одно и то же. Вот зачем эти повторения? Наверное, чтобы показать, насколько воспроизводится ситуация, во-первых, и, ну, во-вторых, дать какое-то вот очень такое четкое представление тем, кто с одного раза не понял. Вот часто самые главные пророки особенно языки их повторяют. «Я поклялся в пустыне, что рассею их среди народов, разгоню по разным странам, потому что они не исполняли моих законов, отвергли мои повеления, оскверняли мои субботы, засматривались на идолы своих предков». Вот мы совсем недавно читали, что сын, если они идут по пути отца, то не наследуют его наказание, наказание, которое он получил. А эти как раз пошли. «Кроме того, дал я им повеления недобрые и законы, повиновения которым не дают жизни. И когда они приносили дары или проводили через огонь младенцев-первенцев, я делал это для них осквернением. Я ужасал их, чтобы они знали, что я Господь». Вот тут непонятно. «Дал повеления недобрые, законы, которые не дают жизнь, когда они проводили через огонь младенцев-первенцев». Вероятно, идет речь о человеческих жертвоприношениях, о жертвоприношениях детей. Я делал это для них осквернением. Вот это разъяснение закона недоброго, поведение недоброго, то есть они пошли в какую-то другую сторону, и, соответственно, когда они совершали эти языческие обряды, в том числе связанные с жертвоприношением детей, то это им не только не давало жизни, но наоборот, это то, что отнимало у них жизнь. И вот для остальных народов, может быть, им казалось, что это хорошо и правильно, а Господь как раз вот своему народу это дал как такой вот пример ужаса, да, он это дал им как то, чему надо следовать, но он сделал это чем-то ужасным, тем, что оскверняет и ужасает. Так что, сын человеческий, обратитесь к Дому Израилю и передай ему такие слова владыке Господа. Вот как еще оскорбляли меня ваши отцы, нарушая верность мне. Я привел их в страну, которую поклялся дать им, Ханаан. Они высматривали себе холм повыше или дерево пороскидистые, совершали там жертвоприношение, приносили свои оскорбительные жертвы, воскуряли свои благовония, совершали свои возлияния. Языческие культы очень часто связаны с объектами природы. Высокий холм, ветвистое дерево, они вот становятся предметом для почитания. А я говорил им, что это за святилище, куда вы направились? Потому и по сей день такое место называется святилище. Там в оригинале игра слов святилище и направляться. По-русски это, конечно, не передать. То есть, смотрите, получается, что и даже название этим святилищем давал Господь. Как и мы только что прочитали, когда они приносили жертву детей, это Господь делал эти жертвоприношения ужасом. То есть, он участвовал в жизни своего народа даже тогда, когда этот народ отказывался от него. Он давал какой-то вывод, какой-то смысл, итог любому их действию. Так что передай ему, Дому Израилю, такие слова Владыки Господа. Разве вы не оскверняете себя точно так же, как ваши отцы, и не блудите с их истуканами? Когда вы приносите свои дары, когда вы проводите своих детей через огонь, вы до сих пор оскверняетесь своими идолами. Вот получается, что они повторяют то, что делали их отцы. Но есть, правда, более мягкое истолкование, что проводить детей через огонь означает совершать какое-то ритуальное с костром действие, когда их буквально берут и проносят, проводят сквозь пламя для очищения. Но это может быть и изначально сожжение. Если даже так, то это уже позднейшее такое символическое жертвоприношение. А изначально, скорее всего, было сожжение. Вы до сих пор оскверняетесь своими идолами. И важно, что эта история продолжается, только поэтому он ее вспоминает. Мы уже читали, что человек сам отвечает за свои поступки. Если у отца грешника рождается сын, который отказывается повторять его грехи, то сын не несет вины отца. Иезекииль очень ясно и подробно это описывает. Итак, вы до сих пор оскверняетесь своими идолами. Дам ли я вам ответ, дом Израилев? Жив я, пророчество владыки Господа, не дам ответа. Не бывать тому, что вам по душе. Вот понятно, да, когда люди обращаются к Богу для того, чтобы как бы Богом восполнить свою уже существующую картину мира, он в нее не вписывается. Вы говорите, станем, как все народы, как и наземные племена, будем служить дереву и камню. Весь смысл существования Израиля ровно в том, что он не как все народы, по крайней мере, в этом отношении. Жив я, пророчество владыки Господа, буду править вами твердой рукой, занесу я руку и залью свою ярость. Выведу вас от чужих народов, соберу по странам, где вы рассеялись, твердой рукой, занесу я руку и залью свою ярость. Я приведу вас в пустыню чужих народов и буду там судить лицом к лицу, так же, как я судил ваших отцов в пустыне египетской страны, так я буду судить и вас, пророчеству владыки Господа. Вот, понятно, думаю, что комментировать особенно не надо. Значит, все продолжается, история продолжается, значит, продолжается и последствия этой истории. Я приведу вас под посохом. Привезли под посохом, но это такой символический жест. Видимо, когда считали овец, баранов, коз, то пастух палку такую в качестве барьера невысокого ставил и проводили стадо, можно было просчитать каждую, которую там касался этот посох. То есть верну вас себе, верну вас под свою власть. Я приведу вас под посохом, я верну вас с границы завета, заключенного между Богом и народом. Я вычищу из вашей среды тех, кто восставал против меня и творил преступления. Я выведу их из страны, где они обитают, но в израильскую землю они не войдут, и будете знать, что я Господь. Вот это все связано и с очищением народа от тех, кто выпал из состояния завета. А вам, Дом Израилев, Господь говорит вот что. Пусть каждый идет служить своим идолам, раз уж вы не слушаете меня, но впредь не оскверняйте моего святого имени своими дырами и своими идолами. Хотите отпасть в язычество? Уже отпадите, наконец. Вот приносите жертвы им, делайте, как говорят они, если вы вообще в них верите, но меня туда не приплетайте. Вот отделитесь и все. На моей святой горе, на святой горе Израиля, пророчество Владимир Господа, там будет служить мне весь Дом Израиля, сколько не есть его в стране. Смотрите, вот, собственно, принцип свободного выбора. Хотите, идите служить идолам. Тогда вы выпадаете из числа моего народа. Хотите, оставайтесь в нем, но тогда от идолов откажитесь. Просто выбор должен быть сделан, он должен быть последовательным. Будет служить мне весь Дом Израиля, сколько не есть его в стране. И там я приму дары, будут мне желанные ваши приношения, отборные жертвы и святыни. Будете вы приятны для меня, как благоуханный запах, когда выведу вас от чужих народов, соберу по странам, где вы рассеялись, и стану среди вас святым на глазах у других народов. И узнайте, что я Господь, когда приведу вас в землю израильскую, в страну, которую я поклялся отдать вашим предкам. Там вы вспомните о былых делах и поступках, которыми вы себя оскверняли. Сами себе вы станете противны из-за того зла, которое вы творили. Вот он рассказывает историю о том, как без конца израильский народ оказывается чем-то другим, как он не исполняет, восстает, нарушает, противится. И в какой-то момент это прошлое станет противным. Ровно то, что мы читали, когда сын не разделяет вины отца. Вы будете знать, что я Господь, когда я стану обходиться с вами так, чтобы прославить свое имя, а не так, как заслуживают ваши собственные дела и отвратные поступки Дома Израиля, в пророчество Владыки Господа. Вот принцип, который уже здесь прозвучал, что он хотел несколько раз израильтян уничтожить, но для того, чтобы прославить свое имя, этого не стал делать. Для того, чтобы народ продолжал быть носителем этого имени, чтобы другие народы видели, что вот этот народ действительно Господом сберегается, сохраняется. И вот это и означает быть Господом. Быть выше даже этой справедливости. Милость выше справедливости. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обратись к Тейману из реки «Слово против Дарома, пророчество против зарослей и степей Негева». Имеется в виду окрестные народы, здесь территории названы. «Скажи Негевскому лесу, чтобы он выслушал слово Господне, которое произносит владыка Господь. Я распалю в тебя огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево, от зеленеющего до засохшего. Не погаснет пылающее пламя, выжжет все с юга до севера, и увидит все, что я Господь, и не погаснет зажженное мной». Причем здесь эти окрестные народы? Ну, видимо, вот на них тоже Господь являет свою славу просто другим образом. И он снова подчеркивает, что для Иезекииля очень важная мысль, что весь мир — это некая арена, на которой разыгрывается это действие, не только территория Израиля, не только израильский народ. А я ответил, «Ладыка, Господи, обо мне и так говорят, да это он рассказывает притчи». Неожиданная такая ремарка Иезекииля, который говорит, «Слушай, ну они меня всерьез не воспринимают, а ты мне вот еще такой длинный текст передаешь, чтобы я им это все сказал». «Сказал, раз это в книгу вошло». Вот такая маленькая ремарка пророка, она очень, может быть, много говорит о его характере, о том, что вообще все это так происходит, ну не просто им быть, и не только потому, что оскорбляют, обижают за такие суровые пророчества, а потому что да всерьез даже часто не воспринимают. Ну, еще о том, как Иезекииль старается донести эту мысль до своего народа, мы прочитаем в следующей 21 главе.